Девятиклассники Они мне рассказывают, ну, очень доверчивые и рассказывают очень-очень многое. Мне это настолько приятно, потому что я понимаю, что вот это доверие, вот это недоверие, она не порвалась, как вот та пуповина, знаете, когда ребенок родился и обрезает пуповину. А здесь вот эта недоверие, она сохранена. Вот уже 11 лет пролетело в шестом лицее, как один день вспоминает педагог. Окончил школу и ушел во взрослую жизнь, ее первый выпуск. На подходе девятиклассники, а за парты вновь сели малыши. Каждый день они учатся здесь читать и писать, но главное – общаться и дружить. Когда нам дают детей, они все разные. И мы, учителя вот именно в начальной школе, наша задача, чтобы мы из этого пластилина, который отдельно разноцветный, у каждого свой оттенок, у каждого своя структура. И, ну, как пластилина, бывает мягкий, да, и легко лепится, а бывает такой, что еще разогреть надо, чтобы лепилось. И наша задача – слепить вот единый целый коллектив, чтобы дети были дружные, чтобы они были друг за другом, помогали. Именно первый школьный год – самый важный, уверенно, педагог. Здесь надо быть и другом, и строгим судьей, и учителем, а иногда и мамой. В этом и заключается главная задача классного руководителя. В первом классе мы стараемся детей, как я говорю, посадить, чтобы они понимали организацию учебного процесса, чтобы они сдружились друг с другом. Хотя я не говорю о том, что мы уже коллектив создаем. Коллектив создать – дело сложное. Но чтобы они подружились и познакомились друг с другом, для этого мы делаем, проводим большое количество мероприятий и экскурсии у нас, и всевозможные конкурсы, где ребята выступают, показывают себя. Поэтому приходится, ну, скажем так, поработать. Поработать в первом классе больше, наверное, не как учитель, а как классный руководитель. Свой накопленный опыт и знания Татьяна Владимировна решила представить на конкурс классных руководителей. Позади сложные задания, впереди финальный этап, который пройдет в День учителя в Москве. Мне было предложено поучаствовать в конкурсе-форуме классных руководителей. Было много различных этапов. Этапы, конечно, были очень сложные, и всевозможные педагогические ситуации надо было решать. И достаточно это занимало прохождение каждого этапа очень большое время. То есть, знаете, там не то, что раз-два и все. Надо было свои знания, умения и опыт показывать. Поддерживали коллеги, родители и, конечно, любимые ученики. Поэтому, несмотря на результат, главная и самая честная оценка для Татьяны Владимировны именно от них. Добрая, сильная это именно в плане знаний и ответственная. Ну, также, ну, я также думаю, что она добрая. Может быть, когда мы плохо себя вели, она была строгая, но по справедливости. И, наверное, она, ну, заботилась о нас. Заботливо.